Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. В интернете нас можно смотреть на портале Правда Севера в окне Сити Визор. Не платить долг стыдно, а не платить алименты на своего ребенка должно быть стыдно вдвойне. Похоже, с этим утверждением согласны не все. Те, кто может и не платит, уж точно придерживаются совсем другого мнения. Традиционно в мае на тропу войны с алиментчиками выходят судебные приставы. В Архангельской области проводится акция «Вспомни о ребенке, заплати алименты». Какова ситуация в Архангельской области по алиментам? Об этом в программе «Такие дела» Ирина Замахова, начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области. Давайте обрисуем ситуацию по алиментам вообще по всей Архангельской области. Есть такие данные. Да, конечно. В общем-то, сейчас у нас на исполнении находится более 14,5 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов. Самое большое количество таких производств находится в городах Архангельский, Северодвинский, Котласе. Ну, просто потому, что там население побольше, чем других. Меньше всего в Мизенском районе. Там всего таких документов 62. Из количества документов таких чуть более 6 тысяч находятся на удержаниях по месту работы, то есть практически по ним дети получают алименты ежемесячно и своевременно. Более двух тысяч с половиной человек оплачивают алименты добровольно. По остальным документам, а это также более 6 тысяч, это такие должники, которым судебные приставы-исполнители вынуждены применять меры принудительного характера. Вот вы назвали цифру, еще раз, будьте добры, сколько в Архангельской области? Более 14,5 тысяч. Это много, мало по сравнению с другими годами? Тенденция идет к уменьшению. В принципе, если брать года 2-3 назад, было таких документов на исполнение 17-18 тысяч. А не за счет ли вот этой акции, вспомни, о ребенке? Ну, эта акция также влияет, да. За плати алименты, да. Она вот проводится уже у вас несколько лет, и есть уже результаты. Вот то, что вы сказали, что все-таки идет к уменьшению, да? Да. А можно описать портрет должника? Вот одни добровольно платят, другие принудительно. Кто он сегодня, алименщик? Ну, алименщик, он, в принципе, это такой же человек, как и другие люди, в общем-то, живущие и находящиеся среди нас с вами. Есть должники, которые, в принципе, ответственно подходят к обязанности по уплате алиментов и платят алименты по месту работы, то есть трудоустроились и ежемесячно удерживаются у них зарплаты и перечисляются на содержание детей. Есть должники, которые по своему, ну, просто в силу каких-то объективных обстоятельств не могут официально трудоустроиться и платят алименты с рук, ну, работают неофициально. Есть должники, которые, в принципе, по субъективным причинам, уже не желая оплачивать алименты, скрываются от судебных приставосполнителей, находятся в розыске, к ним применяются меры уголовного характера. Да, вот мы еще об этом подробно поговорим. Мы слышим такую значительную очень сумму, когда говорим о задолженности, это 300 тысяч, 500 тысяч. Откуда эти цифры берутся? Ну, вот, как я уже сказала, что должники, обязанные к уплате алиментов, они должны оплачивать алименты ежемесячно. Такой периодичностью, в общем-то, устанавливает для них семейный кодекс. Те должники, которые не работают, не оплачивают ежемесячно алименты, то и копится, естественно, задолженность. Учитывая то, что для таких неработающих должников задолженность алиментов рассчитывается и средней заработной платы по Российской Федерации, а это порядка 30 тысяч рублей в месяц, то, естественно, и задолженность алиментов накапливается очень быстро. Какие меры, как вы считаете, которые применяют судебные приставы, наиболее эффективны? Ну, меры, как я уже говорила, это самые строгие глобальные меры уголовного характера, да, статья 157 Уголовного кодекса. Ну, кто боится, кто относится к этому так. В общем-то, аресты имущества, аресты счетов, денежных средств на счетах. В общем-то, надо сказать, в результате продажи арестованного имущества в рамках таких производств было выручено денежных средств более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Это за предыдущий год, да? Нет, это вот за этот период прошедший. А, вот уже за период. На сегодняшний день более 700 должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Их суммарный долг более 700 миллионов рублей. В отношении 426 нерадивых должников возбуждены уголовные дела по статье 157 за уклонение от уплаты алиментов. Ну, и, естественно, и привлекаются к административной ответственности за невыполнение требований судебных приставов исполнителей. Если алименщик дома не живет, если он неизвестно где, что с ним делать, как его найти, как его привлечь? В данном случае предусмотрено объявление розыска таких нерадивых родителей. С начала года у нас в розыске находилось 828 должников по алиментам. Более 300 из них разысканы уже на сегодняшний день. И с ними работают судебными приставами исполнители. А остальные находятся до сих пор в розыске. А как часто судебные приставы применяют эти меры административного воздействия к должникам? Меры административного воздействия на самом деле применяются реже, чем меры уголовного характера. В общем-то, мера административной ответственности предусмотрена статьей 17.14 Кодекса об административных правонарушениях. Должники по алиментам привлекаются по части 1. Это если им не сообщено своевременно судебному приставу исполнителю об увольнении с места работы. О том, что если должник поменял место жительства, он обязан тоже сообщить. Если не сообщил о месте получения пенсии, если выехал, переехал по другому адресу. Вот за это, за отсутствие этих сведений, он может быть привлечен к ответственности. Теперь вот еще остановимся на ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Много таких вы уже цифру назвали. Вы как их ловите прямо на вокзале? Иногда ведь устраиваете такие документы? Нет. В общем-то, на вокзале не приходится ловить, их не пропускает пограничная служба ФСБ Российской Федерации, которая и стоит на границе между Российской Федерацией и той страной, куда выезжают у нас граждане. И, в общем-то, например, взять и Архангельск, у нас отсюда вылетают рейсы за границу, и Москву. И вообще, если вынесено постановление в отношении должника по алиментам или любого другого гражданина ограничения права выезда, то закрывается граница по всему периметру Российской Федерации, и он ниоткуда не может вылететь за пределы. То есть он может доехать до границы, но пересечь его? При предъявлении паспорта, документов, в общем-то, с должностным лицам пограничной службы, у них есть в своей электронной базе сведения о том, что данный гражданин ограничен в праве выезда, и они его просто не пропускают. В прошлом году у нас задержано было на границе три должника, они не по алиментам, в общем-то, но, надо сказать, об этом мы узнаем либо от самих должников, либо от ФССП, куда пограничная служба обращается для разрешения каких-то вопросов по его перемещению. Но это ведь какой-то длительный период, он на границе, или это быстро так вот по базе пробивается человек? Да, если он стоит уже или как-то он проходит пограничный пост, в принципе, это быстро выявляется, что он не выездной, и ему сообщается тут же, естественно, кому он будет звонить. Ему пограничная служба сообщает, какой судебный пристав исполнитель, какого отдела, какого города вынес постановление об ограничении права выезда, дает телефон судебного пристава исполнителя, и уже иногда с аэропортов или железнодорожных вокзалов должники обращаются к судебному приставу исполнителю. В негодовании, наверное, там звонит. Бывает, да, в негодовании, да, что у меня, например, маленькая сумма я не уплатила, или к тому, что я направлю представителей, сейчас он прямо оплатит, но мне надо выехать. К сожалению, к их сожалению, быстро не получится. Нужно будет приехать, оплатить это все, судебный пристав исполнитель вынесет постановление о снятии ограничения права выезда, только тогда можно будет выехать. Ну вот на авось ведь, наверное, надеются, что он едет, да? Ну да, к сожалению, хотя мы предупреждаем, и очень много сообщений на сайтах управления, именно озвучиваем всегда такие вот случаи, когда задержание происходит на границе уже. Ну, видимо, они верят, но стало меньше задержанных на границе, гораздо меньше. Самая жесткая такая мера наказания – это уголовное преследование, да, в отношении алименщиков. Здесь алименщиков уже лишают свободы. Здесь насколько эффективно и к кому они применяются? Ну, как я уже упоминала, это ответственность за неуплату алиментов, именно за злостное уклонение от уплаты алиментов, предусматривается статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть первая предусматривает именно уклонение от уплаты алиментов на содержание детей. В общем-то, санкции этой статьи предусматривают исправительные работы до одного года, арест до трех месяцев и лишение свободы на срок до одного года. В принципе, надо сказать, что, ну, я уже упоминала, более 400, да, должников у нас привлечено в этом году уже к уголовной ответственности, и из них повторно 182 человека, то есть они как не платили, так и не платят. И к ним приняты меры уже повторного воздействия. Также 12 человек осуждены к лишению свободы до одного года. Но всех ли это действительно останавливает? Вы сказали повторное, да, все-таки не пугает должников вот эта санкция? Тех, кто не платит, тот и будет не платить. Да, ну, действительно, должники все разные, так же, как и люди. Один человек только при вызове его к дознавателю, служба судебных приставов уплатит всю задолженность, да, чтобы прекратить уголовное дело. Другие же, в общем-то, в силу своего, наверное, характера, либо безответственности не пытаются ничего сделать. А не считаете ли вы правильным продлить выплату алиментов достижения ребенка возраста 23, допустим, лет? Ну, в общем-то, я согласна с этим законодательством, что предусматривается Семейным кодексом взыскания алиментов до достижения 18-летнего возраста, так как это возраст совершеннолетия. И при достижении алименты взыскиваться прекращаются. И надо сказать о том, что если есть необходимость и, в общем-то, отсутствие возможности содержать себя самому, этому совершеннолетнему ребенку, ничто не мешает так же, как другому гражданину обратиться в суд и... С исковым заявлением, да, на содержание, в общем-то, его самого. Но он здесь в данном случае будет уже сам истец. И ему придется доказывать, что он не имеет возможности работать и содержать себя самому. На своего родителя заблудшего. А пристав может заставить безработного должника устроиться на работу? Ну, понудить у нас по Конституции к труду мы никого не можем. В принципе, у судебного пристава исполнителя стоит задача понудить его к уплате алиментов. В принципе, я уже говорила, мы принимаем в расчеты то, что по объективным причинам иногда должники не умеют, не могут трудоустроиться, и он может оплачивать алименты с рук. Ну, вот очень часто в районах должники работают неофициально. Да. То есть приносить домой, чтобы была семья довольна? Ну, домой либо в другую семью, на которых детей он обязан куплать алиментов. А вот скажите, Ирина Владимировна, а есть какие-то нестандартные методы воздействия на должников? Используете? Ну, нестандартные методы, кроме убеждений и привлечения к ответственности, в общем-то, сейчас вот сегодня буквально тоже можно отнести к нестандартному методу, это встреча должников со священнослужителями, с представителями церкви. Вот как вы решили еще через душу. Привлечь, в общем-то, представителей церкви к нашей деятельности, чтобы, в принципе, вразумили со своей стороны заблудших пап и мам. А как вы считаете, почему возникает вообще очень много проблем, когда должник объявлен в розыск, и его надо разыскивать? Почему так быстро его не найти? Вы все-таки тоже много усилий прикладываете для этого. Ну, да, розыск, в принципе, имеет, естественно, свои нюансы. Но, надо сказать, не по всем розыскным делам проблемы. Есть, естественно, родственники, которые могут указать, где должник находится. Совсем уж плохо обстоит дело, когда должник меняет место жительства постоянно на протяжении всей своей жизни. А иногда и специально он это делает. И специально иногда скрывается, да. Ну, вот были случаи, когда устанавливали проживающим в другой области. В данном случае поручение судебный пристав исполнитель дает другому судебному приставу, на чьей территории должник оказывается, они его там находят. Были неоднократные, естественно, случаи, когда задерживали должник, прибывает на поезде в какой-то город и на самолете также. То есть, это органы относятся к должникам точно так же, как и к другим правонарушителям, да? Не считают их каким-то это пустым делом? Да нет, конечно. В прессе, вы знаете, не раз проходила информация, что гражданская жена футболиста Андрея Аршавина, Юлия, уже несколько месяцев судится со своим знаменитым супругом за алименты. Он оставил ее с тремя детьми, а собственных накоплений, как она пишет, на черный день у нее не было. И она произнесла одну очень такую вот фразу интересную в тему нашего разговора. У нас нет договоренности по алиментам. Этим и страшен гражданский брак. Финансовый вопрос сейчас у них стоит ребром. Очень неприятно, когда приходится судиться против отца своих детей. Ну, с этим все согласны. Вот я задаю эту ситуацию, обрисовала к тому, чтобы как быть в ситуации с гражданским браком. Ведь действительно никто никому ничего не должен. Ну, к сожалению, я упустила из виду ситуацию с Аршавиным. Но могу сказать, что гражданский брак, который сейчас распространен в обществе, он не влияет на ситуацию со взысканием алиментов на детей. Если, в принципе, отец детей не уклоняется в признании себя отцом этих детей, то алименты взыскиваются так же, как и если бы они состояли в браке. Другой вопрос, если он отказывается считать себя отцом, либо по каким-то причинам свидетельство о рождении не содержит данных об его отцовстве, тогда уже надо через суд добиваться признания отцовства, а потом уже взыскивать алименты. И в этой ситуации не важно, проживали ли родители вместе? Не важно. Не важно. Главное, чтобы признано было отцовство. А, вероятно, и в вашей практике каких-то много есть нестандартных случаев? Ну, в принципе, признание отцовства и взыскание алиментов есть, конечно, в случае, но их не так много. Обычно сейчас мужчины признают себя отцами и взыскиваются алименты на содержание детей. В принципе, не сложно. Другой вопрос. Тут упомянуто о соглашении об уплате алиментов. Тут сложность в том, что есть исполнительный лист, выданный судом, и суд обязывает должника к уплате алиментов. Если соглашение заключается между родителями детей, такое может быть, и это соглашение обязательно должно быть утверждено нотариально, тогда это такое соглашение имеет силу исполнительного листа. И вот каким образом там прописана уплата алиментов на содержание детей, вот, в принципе, это надо задуматься на стадии заключения такого соглашения. Ну, то есть это ведь и при браке может быть, да? Это может быть и при браке, и после развода, после расторжения брака, и после расставания, после, так сказать, проживания в совместной сожительстве. Вполне возможно и нормально вот это все предусмотреть. Можно, естественно, да. Но вот среди алиментчиков у вас уже большая практика. Есть действительно искренне раскаившиеся люди? Ну, конечно, есть. В принципе, вот даже я упомянула о нестандартном методе встречи с представителями церкви. И ранее такие встречи происходили. Это, наверное, уже третья или четвертая, вот, надо сказать. И были хоть два должника, но, в принципе, они, вот, в принципе, какое-то образумление получают и начинают трудоустраиваться. Или хотя бы стают в центр занятости населения и способие удерживаться начинает задолженность по алиментам. Также оплачивают задолженность при возбуждении уголовного дела, как я упомянула. Либо при ограничении права выезда. Да, очень много должников, кстати, узнавая про эту меру, полностью оплачивают задолженность. Но здесь больше они боятся из-за страха, да, не выехать. Ну, может быть, и на страхе воздействие такое содержится. Ну, вот, мы знаете, слово «алименщик», мы его сейчас в нашей беседе все больше к мужчинам применяли. Но ведь, наверное, и среди женщин есть те, кто уклоняется от помощи своему ребенку. Есть, встречаются вот такие случаи? Женщины есть, да, а «алименщицы» есть. И, к сожалению, тенденция не очень хорошая, их увеличивается. Ну, примерно 10% по всей области может быть содержаться таких исполнительных листов. А что они себе представляют? Это не работающие? Ну, как правило, дети содержатся в детских домах, в школах-интернатах, в общем-то, в домах ребенка. Это родители, лишенные родительских прав, как папы, так и мамы. Но они все равно должны выплачиваться, да? Они обязаны к уплате алиментов, естественно. Но если они нигде не работают, то тоже возникают сложности, да? Ну, естественно, да. Вот я, конечно, ну, мне даже трудно представить, какая настойчивость нужна судебным приставам, чтобы довести вот это дело до конца среди вас, вот как и вы, такие хрупкие, милые женщины работают. Какая помощь нужна судебному приставу? Ну, в общем-то, у нас позиция такова у управления, что на исполнении таких производств должны все-таки находиться самые квалифицированные сотрудники службы судебных приставов и самые опытные, которые знают, как разговаривать с людьми, как убеждать их. В общем-то, здесь, может быть, даже дело не в нежелании должника уплачивать алименты, а в незнании последствий этой неуплаты. В общем-то, это в совокупности все должно приводить. Ну да, судя по цифрам, все-таки вы действительно, у вас грамотные специалисты работают, и есть результаты. Ну, стараемся. А как, на ваш взгляд, вот такой, наверное, общий вопрос, откуда вообще возникло вот это понятие алименчик, это явление? Из семейного кодекса? Откуда алименчик? Это лицо, обязанное к уплате алиментов. А в обществе? Ирина Владимировна, в обществе, вот откуда оно взяло? В обществе алименчик, это простонародное название алименчик. Алименчик, вот это гражданин, которым или суд, или он заключил соглашение об уплате алиментов. Он до совершеннолетия ребенка будет вынужден и обязан к уплате алиментов, и будет считаться алименчиком. Но оно у нас в обществе, как вы считаете, такое позорное явление? Если должник работает и никогда не прерывал место работы, или хотя бы если даже переводится, но никогда не было перерыва к уплате, если он заботится о том, чтобы его ребенок получал надлежащее содержание, то, в принципе, его и алименщиком, называя его, это неправильно будет. Он не должник по алиментам, в принципе. А есть, которые, как мы уже говорили, ведущие о социальный образ жизни люди, да, те, в общем-то, алименщики. Тех так можно называть, так что на всех не надо распространять, кто, допустим, не живет своим ребенком в одной семье. Ну, я считаю все равно, что алименщик – это не обидное название. Не обидное? Да. А вот что бы вы хотели напоследок нашего разговора, уже время, к сожалению, подходит к концу, посоветовать тем должникам по алиментам, которые, может быть, сейчас нас слушают, смотрят? Ну, в общем-то, хотела, чтобы все должники по алиментам, обязанные к уплате алиментов, все-таки поняли, что легче оплачивать алименты, работая, чтобы удерживались алименты из заработной платы, не копилась задолженность, тогда и проблем как не будет у самих должников, так и в судебных приставах исполнителей с ними. Спасибо вам большое. Спасибо за интересную беседу. Вам спасибо. В гостях у программы «Такие дела» была Ирина Замахова, начальник отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области. В традиционном психоанализе считается, что каждый выбирает себе партнера, похожего на родителя противоположного пола. Ну, то есть женщины выбирают мужчину, похожего на отца, а мужчины женщину, похожий на свою мать. Но родители не выбирают, а вот о семейном счастье наших детей, возможно, стоит подумать нам, их родителям, уже сейчас. Вот такие дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова